Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, подаривший нам Свою Святую Тору и сделавший нас Своим народом. Мы благодарим Тебя, Ишуа, за то, что Ты, живое Слово, воплотился воплоти, пришел к нам и подарил нам надежду во спасении. Во имя Ишуа. Амин. Я это давно хотел сделать, и я сегодня это сделаю. Я хочу передать привет в Германию и в Донецк. Спасибо вам, что вы с нами, что вы смотрите нас. Спасибо, что просто Бог что-то делает в вашей жизни. Спасибо. Извините, на правах. Хорошо, сегодня мы будем рассматривать книгу Шофтим. Которая находится в книге Второзакония, 16 глава, 18 стих, 21 глава. Итак, конечно, опять же, по традиции я не буду говорить, о чем эта книга. Потому что я комментирую, а не рассказываю краткое содержание. Я надеюсь, что кто прочитал, ему будет интересно. А кто не прочитал, у него есть возможность прочитать и поспорить в следующий раз со мной. Хорошо? Итак, мы говорим Шофтим. Что же такое Шофтим? Шофтим – это судьи. Почему судьи? Потому что начинается глава, когда ты придешь, смотрите, и поставь, когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и обладеешь ею, и посеялись в ней, то поставь себе судьи. И это слово судьи является началом. И эта интересная голова в том, что в ней рассматриваются три аспекта. Там говорится, там есть судьи, цари и пророки. Скажите, вот что объединяет вот эти три судьи – судьи, цари и пророки? Да-да-да, можете говорить, я буду… Судьи, цари и пророки. Что их объединяет? Правильно, власть. Всех их объединяет одно слово – власть. Власть. И что же такое власть? Власть – это сила и законное право использовать ее. Но это, как бы, говорят, вступление. А теперь давайте мы посмотрим, что говорит книга Нового Завета. Первое послание Петра 2.9. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой и люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И тоже мы посмотрим параллельно. Книга Исход 19.6. «А вы будете у меня царством священником и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Итак, два места Писания. Есть судьи, цари, пророки. И вот как же это все вместе, есть власть, и как это все объединить вместе, да? Очень интересно. Давайте мы просто немножко поразмышляем над тем, что происходило во время Исхода. Народ рабов подошел к горе Синай. Да? И Господь что сделал? Господь говорит, вы будете у меня царством священников. И весь народ сказал, что? Что народ сказал? Аминь! Мы хотим быть священниками. Но у меня возникает вопрос. Это уже ответ в первом начале этого предложения. Как народ рабов мог знать, что такое священство? То есть не надо. Я, конечно, читал старые медроши еврейские, где рассказывается о том, что они тайно там собирались, делали. У них были тайные священники. Но тогда зачем Бог избрал Аарона и его сыновей в священнике? Вопрос. Что могли рабы знать о священстве? Ну, хорошо. Скажите, что рядовой человек в нашей стране может знать о православии, о церкви? Что оно есть. Они видят православных священников. Они видят, что они ездят на хороших машинах. То же самое происходило в Египте. Рабы видели священников, жрецов, которых почитали, которым поклонялись, которым приносили дары, которых слушали, которые указывали царям, что они делают. Конечно, и Бог приходит и говорит, вы будете такими людьми для всех народов. И народ говорит, конечно, мы хотим. Но кто не хочет? Слушайте, власть есть. Знаете, как помните, как Иван Васильевич меняет профессию, да? Этот, который был управдомом и стал Иван этим царем. Кемська волость? Да забирайте, ну, понимаете. Власть есть, делай, что хочу. Я же царь. Царь, я священник, хорошо? О, видите, уже идет стенорушитель. Идет стенорушитель перед Мессией. Итак, смотрите, что происходит. Но когда приходит Бог, когда реальность Божьей славы, потому что Бог это сказал еще до того, как дал, ну, как бы вот именно то, что мы называем 10-10 словием, да? Когда пришел Бог, реальность изменилась. Люди начали видеть то, чего они не видели. Слышать то, чего они не слышали. Они увидели великую славу Божью и не убоялись. И они сказали Моисею, нет, 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 иди ты, давай-ка ты, парень, мы постоим здесь. Помните ту историю. А теперь давайте подойдем к Новому Завету. Народ языческий, который не знает Бога, становится царственным священством. Вопрос, как он может рассуждать о Боге, исходя из каких критериев? Мы смотрим в первый вариант. Понимаете? Итак, я хочу сегодня поговорить о внешнем и внутреннем. О том, что Бог говорит внешне и внутренне каждому из нас. Судьи. Что делают судьи? Судья решает конфликт. Судья, он может решить, к нему приходят люди, имеющие проблемы, они говорят, вот у нас есть это, вот это и вот это. И судья на основании чего? Закона делает какое-то решение. Да? Правильно или нет? Ну, как должно вообще там быть. Правильно или нет? Я думаю, что со мной согласен только этот стенорушитель. Он все время меня поддерживает. Спасибо. Зал, я надеюсь, тоже меня поддержит. Итак, судьи, они решают конфликты. Они помогают людям найти ответы, найти справедливость. Что делают цари? Ну, кроме того, что они сидят на троне. Цари, они управляют людьми. Для цари, они занимаются тем, что они управители страной. И что делают пророки? Пророки, они мотивируют и исправляют людей. То есть, я не говорю о том, что пророки еще являются теми, кто стоит перед Богом, между Богом и человеком, понимаете? И с той, и с той стороны. Но основные такие моменты, это очень интересно, потому что судья, царь и пророк, это уважаемые должности. И знаете, почему-то никто не хочет, ну, родился и говорит, я хочу быть водопроводчиком. Или нет, моя мечта всю жизнь хотел бы кондуктором. Но все хотят быть судьями, хотят быть царями, пророками. Ну, потому что это же, ух, на виду. Все хотят. Ну, не знаю, может, вы не хотите. Но в основном люди так хотят. А может, даже и мы хотим так про себя в тайне, чтобы никто не видел. Понимаете? И вот, это внешне. Но давайте мы посмотрим, что же, какая есть ответственность. Вы знаете, что слово может убить. Неправедный суд, он может взрастить врага, разрушить многие судьбы жизни человека. Ложное пророчество может обольстить человека, да? А небрежность царя приводит просто к тому, что страна перестает существовать. То есть, вы понимаете, у каждого из этих должностей, у каждой из этой позиций есть не только внешняя высота, но есть то, что стоит за этой, то есть, ответственность. И очень часто мы любим говорить о хороших вещах, мы любим говорить об этом внешнем, но мы забываем об ответственности. Мы забываем об ответственности, которая стоит за этим. Потому что, вы понимаете, Бог не ставит просто так людей. У каждого из этих людей должен быть характер. Характер Божий. Характер. И если вы посмотрите, что пророками были пророки, у них были ученики пророков. Царь, он был вначале принцем, потом он становился царем. Судья тоже должен был учиться. Понимаете? Итак, мы подходим к очень интересному моменту. Я буду вас пугать. Вы любите, когда вас пугают? Не любите. А я вам хочу сказать, что Бог любит нас пугать. Он не просто пугает, он предупреждает нас. И вы знаете, человек, если он предупрежден, он порой не поступает так, как бы он поступал, если бы он не был предупрежден. И Бог очень четко ставит какие-то вещи, которые нам, как верующим Нового Завета, надо помнить. Потому что у нас порой включается такая программа. Мы живем в благодати. Благодать – это когда все можно. Благодать – это когда хорошо. Вот я что хочу, то и делаю. Бог простит. Это его работа, это его профессия. Послушайте, мы живем в благодати. Но у нас есть ответственность. И у нас есть характер. И Бог Старого Завета остается Богом Нового Завета. Он неизменим, понимаете? Он не меняется. Это мы можем к себе думать, представлять, желать этого. Но Бог, Он – да и аминь. Он каким был тогда, Он таким будет сейчас, и таким Он будет завтра. Как тогда была благодать, милость Божья, так и сейчас она продолжается. И завтра эта благодать будет оставаться на местах. Как тогда Он спрашивал царей, пророков и судей, так и сегодня Он делает это. И завтра Он будет это делать. Понимаете? И община Божья – это тоже имеет отношение к общине Божьей. Потому что написано так. Ефесянам 4 глава, 11-12 стих. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Мессии. «Доколи все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Мессии». Скажите, пожалуйста, мы уже пришли в единство веры, в познание Сына Божьего, нет? То есть то, что Бог сказал, оно еще остается. Значит, есть определенные позиции в Церкви Божьей для того, чтобы регулировать тело, чтобы святые совершенствовались на деле служения. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Как тогда Бог поставил судей царя, пророка для того, чтобы эти люди, ну как бы управляли этой страной, держали их в правильном положении перед Богом, помогали этим людям, так и сегодня Бог дал нам эти определенных людей, знаете, как написано, «дохвалиться богатым унижением своим», да? Так и тут дал людям этим власть для того, чтобы они созидали тело Божье. И это люди, это вы. Он избрал вас. И теперь я начинаю вас пугать. Скажите, что происходило с пророком, который неправильно говорил Слово Божье? А? Его обнимали, гладили по голове и говорили, ну, прости, брат, мы понимаем, у всех бывает. Осечка. Его забивали камнями. Его просто брали, выводили за стан и забивали камнями. Поэтому пророки у них не говорили, что попало. То есть они говорили тогда, когда говорил Бог. И вы знаете, сейчас мы порой, подходит каждый раз, так говорит Бог, Бог тебе говорит. И вот эта фраза, знаете, иногда она убивает. Я не говорю, что Бог не говорит. Бог говорит сегодня. Он издревле многократно сегодня говорит. Но порою мы говорим то, чего Он не говорит. А как же они понимали, что Бог говорил? Вы помните, единственное правило, когда мы можем говорить, что пророк говорит Слово Божье? Единственное. Не знаете? Это, вот будете читать эту главу, вы прочтете. То, что говорит пророк, исполняется. Бог сказал Моисею, ты придешь в горе, и будешь здесь в богослужении. И это произошло. Понимаете, да? Почему я это говорю? Пророчествовать нужно. И это важно. Но пророчествовать нужно тогда, когда говорит Бог. А мы можем это говорить только тогда, когда у нас есть с Ним отношения. Когда мы имеем близкие отношения с Богом. Когда мы начинаем иметь страх Божий. Когда мы понимаем, что мы можем этим словом не только воскресить человека, но и убить. Мы понимаем, мы слышим его. И мы говорим только то, что Он нам говорит. Не наши желания. Понимаете, да? И поэтому тогда пророков забивали. Сейчас, может быть, не забиваем мы их. Но в жизни у этих людей могут наступать какие-то проблемы. Понимаете? Второй момент. Цари. Ну, уже наконец-то цари. Цари делают, что хотят. Вспомните, что случилось с Саулом. Помните? Когда Саул начал угождать не себе, не Богу, а себе. Когда он пришел и принес жертву. Помните эту историю, да? Что с ним случилось? Он лишился царства. И Бог поднял Давида. Потому что Давид был по сердцу ему. Потому что Давид был послушный ему. Правильно или нет? И теперь давайте посмотрим на судьи. Вы знаете, что делали на Востоке с неправедными судьями? Лучше вам не знать. Поэтому на Востоке судьи старались... Вот я просто вам зачитаю, что говорил Господь для этого. Итак, судья. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров. Ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи. Дабы ты жил, был и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе. Теперь я хочу, чтобы вы просто поняли. Я вас пугаю не для... Ну, как бы я сказал, пугаю. На самом деле я просто вам говорю, что говорит Господь. В теле Мессии Ишуа должны быть эти все люди. И пророки, и апостолы. И должны быть судьи. Потому что написано, что как духовные, они должны рассуждать духовно. И должны среди вас быть духовные, которые могли бы рассуждать. Но я хочу, чтобы у вас был страх Божий. Я хочу, чтобы мы задумались, что за каждое наше слово мы не только дадим ответ, но что есть люди, которые из-за этого слова могут пострадать. И они могут получить благословение. Я хочу, чтобы мы были внимательны к тому, что мы делаем, что мы говорим, как мы поступаем. И если мы считаем себя пророками, то давайте будем говорить слово Божье. А не то, что хотелось бы нам. Если мы считаем себя судьями, давайте искать правды. Если мы считаем себя царями, то это тоже вопрос. Понимаете? Я хочу, чтобы вы понимали, что все, что дал нам Бог, это для созидания тела Мессии. Что все, что Бог дал нам, это чтобы строить, это чтобы поднимать общину Божью здесь, на этой, нас в Одессе хотя бы. Дай Бог нам. И последняя, Реба, минута, и я уже закончу. Итак, вот это выражение царственное священство. Последнее, это просто оно у меня как бы очень часто касается. Скажите, что такое царственное священство? Цари и священники в одном флаконе. Не бывает такого. Не бывает. В этом месте Писания буквально написано, царство священников. Царство священников. Священники царя. Царь царей. Ишуа Мессия. Ишуа Ганацорий. Наш Машех. Вот этот царь. И мы священники этого царя. Потому что были одни хорошие ребята, скоро Ханука, Маковеи, которые объединили священство и царство в одно. И это привело к тому, что Израиль потерпел полное поражение. И римляне захватили Израиль. Мы не можем смешивать то, что не принадлежит нам. Мы можем быть священниками. И мы призваны быть народом священников. И Бог наш царь. Он царь. И мы должны быть в его царстве. Понимаете? И наша задача не царствовать, а служить людям. Он говорит, хочешь быть первым, будь последним. Хочешь быть господином, стань слугой. И наша задача служить людям. Пророки должны слушаться пастырей, потому что Бог поставил их. Пастыря должны прислушиваться к Богу и к тем, кого выше стоит. А судьи должны рассуждать, чтобы не было несправедливости. Поэтому я просто хочу помолиться кратенько. Отец, во имя Ишо, я прошу, и мы просим Тебя, чтобы то, что Ты дал нам в Слове Твоем, оно было живо и действенно. Чтобы оно изменяло наше мышление. Чтобы оно изменяло наши сердца. Чтобы каждый из нас вошел в то совершенство призвания Божьего. Чтобы каждый из нас вошел в то призвание для созидания тела Мессии. Чтобы мы строили Царство Твое, а не Свое. Чтобы мы строили Твою Божий обитель. Чтобы, Господь, мы были слугами Твоими, Господь. Пожалуйста, пусть страх Божий придет к нам. Особенно к тем, кого Ты поставил, кого Ты унизил вот этим служением высоты. Боже, пожалуйста, каждый. Пусть страх Божий будет с нами. И да будем мы успешны для Тебя. Амин. Ну и последняя ремарка. Служить не страшно, а приятно. 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 Продолжение следует...